Доброе утро! Сегодня второй день металлокопа, приехал я вчера, вчера вечером уже немного покопал и все, и так отдыхал уже, сегодня позанимаемся также металлокопом, выйдите кадры потом, вчера еще в землянку ходил, проверял, что-то у нас там творится, так что сейчас палатку соберу, попьем чаю, позавтракаем и за дело. Палатка хорошая, компактная, легонькая, но собирать и разбирать ее не очень удобно. Куб палатка, ее удобно, раз там быстренько разложил, но зато она места много занимает, килограмм наверно. И штырьки столько же весит. У меня на завтрак или на обед выбор есть, заширак или килька. На обед горяченькое оставим. Какие-то кадры я буду вставлять со вчерашнего дня. У нас введен режим ЧС в Серовской области из-за пожара. Горит много леса и все рекомендуют, что в лес лучше пока не сильно не ходить. Я не знаю, вот тут недалеко так, даже не лес, тут так поля, немного леса. Вот так тут нахожусь. Не знаю, хотел землянку строить, но вот этот ЧС вели. Не знаю, пока, наверное, надо повременить. Пусть успокоится с пожарами это все дело. А то меня там арестуют еще в лесу, скажут, что я поджег. Пожар, кстати, неподалеку от того места, ну как неподалеку, километров 10-15. От того места, где хочу землянку делать. Поэтому пока так наслаждаемся природой, отдыхаем. Ну и денежки зарабатываем, конечно, на металлокопе. Всем приятно пить. Смотрим такую кильку. Вчера выбирал, стоял, выбирал. Не знаю, какая нормальная килька-то. Ну, такая, средненькая. Лепота летом. Тепло, светло. Зимой так не посидишь на природе особо. Разве что возле костра. Там внизу проходит речка. Думаю, потом можно будет прогуляться, закинуть пару раз. У меня с собой блесенки только. Червя нет. Потом, может, как-нибудь отдельно съездим на рыбалку. Уже с Настей возьму нормально. Ну, воблеры у меня только с собой. До блесенки. Покидать. Здесь вроде судак есть, щука. Вагон просто жаркая. Вряд ли, наверное, возьмет время. К обеду уже будет. Или посмотрим. Может, вечером закинем. Там пригород уже находится. Нахожусь не сильно далеко от города. Но хорошо на природе. Проснулся еще, толком. Посмотрим, походим сейчас здесь. Поищем. Вчера килограмм двадцать, наверное, насобирал. Ну вот, часа полтора, наверное, собирал два. Ладно. Приступим. Приступим... первая находка за сегодня так сказать онлайн болтик такой увесистый на входах пока немного такая проволока вот кусочек хороший металл отчета увесистый был найден такой крем для защиты от летающих кровососущих насекомых еще пол бутылька осталось на 35 копеек ссера скиси распечатать понюхать кстати пахнет нормально вспомнил детстве таким как мало мазал сам пахнет даже не испорченным ч а чему сделать непонятно какой год отправиться в мой музей это такие какие-то интересные вещи склады в кучку покажу наберется достаточное количество потом я не показывал бляху нашел интересно тоже такая я не знаю с орлом какая-то но несовременно уголок и а вот и а а и и те кто скучают по роликами землянки могу сказать что не особо не переживайте летом особенно там делать нечего скучно резьбой по дереву пока что не занимаюсь нарды лежат готовы наделаны и пока не продадутся особо я не делаю сильно много по запасу не знаю штук 6 коробок лежит когда половину хотя бы продам буду делать нарды там может еще что-то но основном зимой летом вот есть еще у нас как приработок металлокоп очень нравится так в принципе адреналинчик азарт хочется побольше найти больше роликов по землянкам будет зимой летом рыбалка металлокоп ну может и два что-то по дереву бы тоже вот следующую землянку как-то уже было более интереснее строить само строительство нравится живота как бы она пробная была можно что-то поделать но особого смысла нет в этом те кто там обижаются что один металлокоп металлокоп ну все будет быть со временем не переживать я не могу вот есть же канал там который только чисто про одну землянку можете там смотреть их пока что я никого не заставляю через силы мне тоже как вот некоторые приходят землянку и мой видно что им делать заняться нечем лишь бы просто роликов они снять хоть абы как любите что-то там поделать я так не хочу когда будет вдохновение тогда и будем делать так что так сейчас уберу палки ветки посмотрим это ну вроде так же все как и был как я оставлял здесь все видно откопаем все смотрим что у нас там внутри печка на месте все на месте как и было хотя кто-то проезжал тут может осматривали просто это лес может не заметили подумали кучу с мусором мышки хозяин ничего нет все нормально черные не черных неприкосновенный запас на черный день еды сейчас наверно найду лопату возьму под закопаю чтобы не видно было где просела птичек покормить соскучились кстати летом завода не так слышно здесь как зимой зимой все гул гул такой сейчас нормально все что не слышно даже место для пикника тоже все вроде на месте кстати каша тоже на месте нет не было четыре недели но подъедем немного здоровая здоровая пища и мне очень нравится семечки бы давно слупили давайте посыпем все на всякий случай все вторую посмотрим кормушечку все на месте все целое так слишком низко что они не видят нормально и ниже было не узнали что там есть кормушка особо но это кнопки все на месте все на месте все на месте Печку убрал в наш тайничек. Особо нам сейчас не нужна летом будет, если даже тут ночевать, то в принципе это не холодно особо, ночами только если немножко, но так будет спокойнее на душе. Вроде как хороший сигнал, будем копать. Ну что-то похожее на, даже не похожее, это есть от кровати труба. Еще вот тут есть какой-то кабель идет, алюминиевый наверное. Ну не знаю, я алюминий особо не собираю. Вот еще проволока железная кстати. Вот столько удалось набрать буквально часа за полтора. Нам бы все равно тут покопать, туда дальше походить. Полтишок думаю тут можно набрать и уже вывести. Если кто-то тоже кашу в банках кушает, покупает, то вот такую рекомендую. Правильное решение, ну в монетке они продаются в пятерочках, там верно всяких, в таких магазинах покупал. Там вообще никакая она. А здесь даже мясо иногда попадается, запах присутствует. Ну и есть там морковки немножко. Ну и нормальная каша. Более-менее 100 с копейками стоит. Сейчас конечно цены на продукты все большие. Тем более она нормальная. Так что вот такая вот кашка нормальная, если что. Другие покупал они. Ну там не соли, даже мясо запаха нету. Короче ешь, как будто это вата. У них не только гречка есть. Еще есть перловка. С говядиной, с индейкой. Рисовой нету только. Вот гречневая и перловая только. Чаще всего не разогретую ем. Больше нравится почему-то, чем нагрето. Явно что-то здесь раньше было. Попадают всякие глиняные штучки. Бутылочки, башмачки. Что-то там даже осталось. Но место уже видно, что ходили тут. Не особо по металлу. Мне кажется, по монетам больше ходили тут. Пятьдесят. Четыре, что ли. Не понятно, какой год. Походим, поищем еще. Так, помаленьку. Мелочь попадается. Крупника нет. Такая деталь попалась. Весомая. Находки идут тихоньку. Продолжение следует... 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 Загружаем... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 spectrum cimento Тут шалаш какой-то построен. Дааааа Лепотаааа. может здесь за ночевательность смотрим или уеду там за ночью или здесь за ночью там утром уеду посмотрим 1 сейчас я немножко покажу здесь в округе будет что интересно покажу порыбачить не знаю давайте подойдем посмотрим глубину ракушечки сырный пройти капец всемирно это потепление пресной воды все меньше меньше я помню было очень много воды с каждым годом все пересыхает и пересыхает скоро пропадет эта речка уже полностью да уж воды это меньше меньше пресной становится на середине речки остыть обалдеть вроде рыба плещется мальков по ходу кто-то гоняет окунь судака или щука может принципе там можно покидать это руси смотр здесь ночевать буду рыбать может за продуктами поеду и терюйте речков заеду возьму на тонку таким патрончик нашел почти с моей рукой Это от пулемета какого-то что ли? Обалдеть, это он вообще не целый. Где-то до сюда наверно такой-то. Фига себе. Вот таким танком танк можно прострелить. У калаша в половину меньше. Обалдеть. Откуда он тут взялся? Интересно. Оставлю себе. Такого не находилось. От калашей там находился-то раз. Пишите в комментариях от чего-то. От пулемета наверно. Ну еще не убитый. Вполне хороший топорик. Ну вот здесь вот уже вроде поглубже как. Горбалочка может сюда лучше. Маляк стоит видно. Прямо. Ну и хотят тоже так. Так себе. Белковасто. Иду. Такой иду. Смотрю вон там что-то валяется. Фара похожа от чего-то. Фара. Чего это сделано в России. 21,90 сюда. Ну разбитая. Я думаю целая хоть. Думал заберу. Ну ладно. Ну все. На сегодня металлокоп объявляю закрытым. Сейчас собираю там. То что накидал. Там болтики какие-то остались. Надо будет сейчас еще доехать в одно место. По весне. Шел я к землянке. Там. Через. Ну ладно не буду говорить. И увидел там. Как будто бы труба что ли какая-то закопана. Хочу сейчас посмотреть дойти до нее. Осталась она там не осталась. Ее откапывать надо было. У меня с собой раз ничего не было. Вот сейчас заодно посмотрим. Вдруг небольшая. Можем будет забирать. Если конечно пилить не надо будет. Пилить то пожар опасно. Пока что не будем пилить. Вот особо ничего не нашел. Патрон только в коллекции. Сегодня уже две реликвии найдены в коллекции. Кстати блях где-то здесь валялась. Сейчас наверно не найти. А вот она. Такая вот была найдена бляха. Каких годов это? В СССР вроде как бляхи были не такие. Тут с орлом. Пишите кто знает что это за бляха. Интересно. Отправляется в коллекцию. Заедем. Все металл заберем. Припрятан вчерашний. Взвесим. Взвесим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Специально купил... Здесь зацепляется... Раз... Обмотнул... Закупил... И все... Сколько тут у нас... Десять с половиной... Десять с половиной... Десять с половиной здесь у нас... Развешиваем проволоку... Там у нас было... Одиннадцать... Десять с половиной... Десять... Двадцать один... Десять с половиной... Шесть килограмм... Двадцать семь... Десять с половиной... Двадцать килограмм... Двадцать две... 3 килограмма 29 до 3 22 килограмма но за день получается практически сегодня время 3 часа уже сегодня 3 часа до трех часов а вчера я где-то с пяти вечера где-то ходил ну часа полтора там ходил 600 рублей всего лишь заработали ладно найдем жилу погнали обратно металлом так не забыл штатив за две с половиной тысячи так забыл сразу что дороже лежит ради матча вовремя вспомнил хорошо хоть не уехал далеко вот ладно пойдемте дойдем тут все перепахана дорога не поеду недалеко осталось сейчас дойдем нифига себе что-то я нарвался короче даже без металлоискателя практически еще просто перекапываю и металл сам попадать обалдеть я не знаю сколько там еще здесь походу трактором перекопались а нихрена себе здесь свал какой-то был походу металла с чем-то всякие разные детали я не знаю капец я там схожу рою блин это гвозди такое отчего это значит часть уже килограмм больше пяти точно накопал на полчаса даже не знаю сколько там чай продлится она буду копать дальше только попал пошурфил пойду дальше это как семечки походу копаешь копаешь помаленечку они находятся ну сам из макта конечно уже сняли походу так объедки остались но все равно думаю 15 плюс минус 10 по-любому есть килограмм посмотрим потом взвешу покажу ладно пойдемте посмотрим трубу надо уже ехать а я тут прилип ну вот про эту трубу вот это тут бугородка будто закопано специально не знаю старая труба от или тут я не один хотела выкопать походу вот так вот она идет идет неизвестно то ли это рабочая труба то ли не пилить не буду слушать какие-то проходные тут еще ну хуже на все хуже на на другой мест еще раз сюда уже не буду возвращаться так в этом мешке было 10 килограмм сложил все все находки которые он там насобирал сюда мешок сейчас взвешиваем сколько вместе 32 килограмма получается двадцатку здесь еще набрал ничего себе я даже не ожидал думал килограмм здесь 15 обалдеть за час я сегодня пол дня ходил и набрал сколько там здесь здесь один из килограммов сколько 15 капец вот так вот бывает здесь тридцатка тут уже не помню сколько короче полтинник все вместе то есть ну ладно полтинник все равно 1000 хоть пойдет на бензин на еду нам на наше путешествие сейчас заканчиваю сейчас буду выдвигаться металлом надо сдать взять продуктов и выезжаю еще на два дня копа примерно смотрим там по обстоятельству скорых встреч увидимся еще